В наших условиях важно готовиться к войне, вы считаете, да? Юмором понижают градус волнения. Без пяти минут будущие педагоги защищают дипломы не в аудитории, а у себя в комнате. Перед глазами камера. По ту сторону только члены государственной экзаменационной комиссии. На каждого студента не больше 20 минут в день принимают по 12 человек. Столько же, сколько и при очной защите. К дистанционному формату педагогический вуз шел два месяца. Признают это стресс и сложности, главная из которых связь, она периодически пропадает. Мы сделали маленькими группами, там по пять человек, с возможностью, если кто-то не подсоединился, что другой пока в это время защищается, этот настраивает себя и опять защищается. А если студент вообще не может выйти, ну не знаю, обрыв связи, света нет в районе и так далее, то он подает заявление и ему просто переносит на следующий день. А это студентка-бакалавр политехнического вуза Дарья Феночкина. Свой диплом девушка защитила на отлично за две минуты до нашего прихода. Перебоев со связью, оснащением не было, говорит, это же технический вуз. Все работает как часы, а вот волновалась изрядно, поддержки рядом не было. Присутствие научного руководителя очень бы хотелось, потому что это помогает, и все-таки с человеком очень долго, ну просто лежает как бы. Никита защищался, он разработал 3D-модель датчика, распечатал ее на принтере, а у них возникли сомнения. А вот он полностью ли ее сделал, или это частично его работа? То есть если бы был, допустим, его руководитель в аудитории, да, вот здесь, наверное, он бы мог внести там при защите какие-то свои вот эти, вот когда отзыв зачитывается, да, какие-то свои моменты. Ну а здесь вот как они решили, так решили. Отстоять студента в случае сомнений, по сути, некому. Более того, при онлайн-защите сложно визуализировать то, о чем рассказываешь. У меня будет дипломник защищаться, у него датчик контроля уровня жидкости, он собран, то есть он есть в корпусе, и он будет из дома показывать процедуру, вот наливать там воду в бочку, показывать, что вот он сработал, прислал мобильное сообщение о том, что у вас там наполнился какой-то там бак, да, то есть другая емкость. Конечно, раньше бы мы это все продемонстрировали вживую. Но есть и бонусы дистанционной защиты, рассказывают преподаватели. Текст доклада можно не учить, а вывести на монитор. Члены ГЭК это не увидят. Но сами преподаватели этому не рады. Говорят, скорее бы студенты пришли в аудитории. Тогда и оценивать работы можно будет более объективно и поддержать студентов, когда те растерялись. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.